Друзья, вы с нами побывали на крайней точке западной континентальной Европы. Конечно, отдельные эмоции у меня лично вызвали вот эти вот пацаны. Мы-то мерзли, бывав на краю света, и проголодались. И что ж, наш обед. Упаковка хамона. Ой, ребята, если вы видели мое лицо, в общем, это пиздец. Вы про Рому что-то говорили. Вот теперь давайте, вентилятор включен, достаем жидкое говно и льем на вентилятор. Короче, на эвакуаторе чувак прям вообще просто не вдупляет, что происходит. Попробуюсь по-русски объяснить. Просто этот чувак с нами говорит по-португальски только. Вообще он, ему пофигу, что я по-английски, что я говорю по-русски. И он вообще по-португальски какую-то кора буду у меня спрашивать непонятно. Судьба, судьба, она всегда благоволит вам, но, но ему придется отвечать на наши вопросы. Вот он просил себе какую-то еще раз пускать, посмотреть. В глубоком шоке. Я не знаю, что здесь происходит, но это очень круто. Мотоциклистов, друзья мои, безумное абсолютно количество. Мы их видели по дороге, мы всех пропускали. Это очень круто. Ну что ж, сейчас мы для вас снимем и покажем, что же такое Капа де Рока. Ну что, друзья, друзья, вы с нами побывали на крайней точке западной континентальной Европы. Точнее, на западной, на крайней западной точке континентальной Европы. Большинство людей, приезжая в Португалию, в первую очередь едут сюда. Знаете, виды, которые открылись нам по дороге, потрясающие. Очень красивая страна, природа, деревеньки в горах, которые мы проезжали. Даже немного подзаложило уши. Конечно, отдельные эмоции у меня лично вызвали. Вот они вот пацаны в шлемах на разнообразной мототехнике. Очень много мотоциклов, которых я даже никогда не видел. Не видел и не знаю этих марок. И... Смотрите, какая шикарная Ямаха старая стоит. Смотри. Очень уже, очень взрослый мужчина. Ему привезли мод на погрузчик. Сейчас его, наверное, распустят. Возможно, будет какой-то у них мото пробег. Но это... Это крутые эмоции. Это очень здорово. Если вы не водите мототехнику, я вам порекомендую попробовать. Но быть очень аккуратными. Что ж, мы двигаем дальше. Поехали. Друзья, ну, мы-то мерзли, убывав на краю света. И проголодались. И что ж, наш обед. Упаковка хамона. Стоит полтора евро. Булочка. О, чуть не улетел хамон, ветер. Булочка стоит 30 евро центов. И нам с Лёхой литр свежевыжатого ананасового сока, по-моему, два евро. Вот, в общем-то, так мы сейчас вдвоем перекусим. Булка хрустящая, свежая. Очень вкусно. Времени на ресторан у нас нету. Я хотел. Я хотел перекусить в ресторане, там на краю света. Но вы бы видели количество байкеров. Вообще, все было занято. А времени ожидать приготовления у нас нет. Поэтому мы нашли магазинчик. И угощаемся. Да, мне вкусно. Лёх, тебе как? Шикарно. Протеиновый йогурт. А, еще да, мы взяли йогурт протеиновый. Мы его уже выпили. Протеиновый йогурт. 25 грамм белка. Получилось 25 грамм белка с йогурта. Примерно 22 грамма белка с пачки хамона. И вот углеводчики с булочек. Мне кажется, все идеально. И видим дальше. Ребята, если вы видели мое лицо, в общем, это пиздец. Вы про Рому что-то говорили. Коротко, короче. У меня выпали ключи от машины. Когда мы уезжали с пляжа. И это говно Тойота едет без ключей. Какая-то херня загорелась на экране на португальском. Не пикало, ничего. Мы такие, ну, загорелась. Может, типа информация какая-то. В общем, мы поехали. Уехали за 20 километров. Заглушили машину. Я начал искать ключи, чтобы ее закрыть. Ищу ключей, не это, думаю. Странно. Но ведь ключи же здесь, раз машина ехала. Сажусь, нажимаю кнопку завести машину. Она пишет какую-то ерунду. Я понимаю, что этот надпись означает, что в машине нет ключей. И понимаю, что они остались на парковке. Что самое интересное. В этих чудесных европейских странах ни черта не работает. Отдел сервиса компании по аренде машин не работает. Отдел регулирования аварий и всех происшествий не работает. Все телефоны не работают. Даже телефон не поднимают трубку с самого места в аэропорту, где мы брали машину. Короче, мы в Ашане. Я сейчас сердечно благодарю парня, который нам помогал. Он дозвонился в аэропорт. Сотрудник аэропорта пошел к точку аренды автомобилей. Объяснили ситуацию. Дали телефон кого-то из сотрудников уже личный. Минут 20 объясняли, что мы потеряли ключи. В общем, сейчас мы будем ждать такси. Мы едем в аэропорт. Нам дадут другую машину. Мы поедем искать ключи к пляжу. В общем, есть глубокие сомнения. Какие глубокие? Никого бодибилдинга не увидим профессионального. Нам ближе успеть забрать машину, найти ключи. Потому что завтра в 9 утра нам нужно быть в аэропорту с вещами и вылетать в Россию. Штраф, я подозреваю, будет просто большой, мягко говоря. Потому что там поцарапанное окно это 500 евро. Ну, так зарабатывают. В общем, инцидент произошел. Мы не расстраиваемся. Мы пошли покупать мороженое. Ну, я пизжу. Ну, я расстроился. У нас были планы. Было расписано все, что мы хотели сделать. Сделать для вас материал соревнований. Ну, это просто эпично. Это пипец. Да ладно, я по-испански не писала эта машина. Я по-испански чуть-чуть понимаю. Потому что я там многократно бывал. Короче, shit happens. Пусть это будет самое неприятное, что произошло. Потому что нам тут ребята говорят, что мы даже в Россию не улетим. Потому что уже оба-два выходных дня бастуют аэропорт Лиссабона. Отменено больше, там, по-моему, 300 рейсов. Но я надеюсь, что это не коснется нашего. Опять же, мы еще ничего не знаем. Но писем по этому поводу не было. В общем, в горле пересохло. Сейчас мы купим мороженку, чтобы поесть. Потому что нормальную еду будем есть уже не скоро. Часа два нам предстоит развлечений с автомобилем. Спасибо, что вы с нами. Давайте. Вот теперь давайте. Вентилятор включен. Достаем жидкое говно и льем на вентилятор. Комментарии внизу. Погнали. Бенн и Джерис. Все-таки мороженое, которое любил Личпиано. Мы пробуем. Мы грустные. У нас ведро мороженого. Мы ждем такси. Сейчас мы поедем в аэропорт. Это займет до хрена времени. Пойдем в другую машину. Это тоже займет много времени. Потом поедем искать ключи. Займет много времени. Вот такой вот денек веселого превратился в невеселый. Но вы не думайте не просто мороженое. Протеиновые коктейли мы тоже купили. И мы запьем мороженое. Получится гейнер. И вырастут мышцы. Вот. Ну, по-моему, так работает. Все, что угодно, запитое протеином, превращается в средство для роста мышц. Мухаммеда знаете? Или мама? Наверное, знаете. Он каждый прием пищи запивает протеином. Говорит. Так многие профи делают. Поэтому он делает. Ну, я не профик. Но я тоже так делаю. Часто очень. Вот. И Ромыч запивает. А у других протеин не работает. Лучше купить грудку. Самую дешевую по скидкам. Из дерьма. Выращенную. Но натуральный продукт. О, короче. На эвакуаторе чувак прям вообще просто не вдупляет, что происходит. Не буду на него ругаться. Всякие люди бывают. Приехал в такси. Мы едем в аэропорт. Пацан вроде еще нормальный, четкий. Попробую по-русски объяснить. Просто этот чувак, он говорит по-португальски только. Вообще он. Ему пофигу, что я по-английски, что я говорю по-русски. Он вообще по-португальски. Мне какую-то кора буду у меня спрашивать непонятную. Как что, расскажу ему пока. Удачи. Счастья, любви, здоровья. Пух. Ну что, друзья. 270 евро я должен заплатить за очередный ключ. В общем, сумму моих расходов непредвиденных стремится в запредельные дали. Считать не буду, но вот делюсь информацией. Ключи не теряйте. Ну что ж, в принципе, сейчас надо другую машину. Мы поедем, посмотрим ключи. Может, сами найдем. Говорят, если кто-то ключ найдет и вернет, вернут деньги. И сидят, улыбаются. Ну, понимаем, что, конечно, я не верну. Ребята, ваша поддержка важнее. Сильно не стебите. Всякое бывает. В общем, купили еще протеиновые коктейли готовые. Манго. Вкусный. Сейчас буду пробовать кокос. В общем, режим не пропускаю. Ребята, я готовлюсь дальше. Я понимаю, что у нас есть все шансы с вами максимально успешно выступать в международной арене. Рома хочет в Испанию. Я в Испанию не хочу. Но если Рома примет решение, то я поеду. Хотя я бы взял себе какой-то промежуток, может, побольше. И чуть-чуть поднабрать, пытался улучшить глубину и контроль живота. Потому что в целом, если я добавлю вопрос с контролем живота, или вопрос с животом решу, чтобы он не болел, то можно прям стрелять. Действительно можно. Я сам не ожидал такого результата и такой формы в этом сезоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В тварь... Вы сейчас будете смеяться. Знаете, что друзья Лёшке просили? Они увидели в сториз монстры разноцветные. Лёша говорит монстры, которые стоят, сука, 0,80 евро. Ну еще бухло, конечно. Все, Санька? Давай. Спасибо тебе. Удачи. Поехали. Давай, Саня. Давай. Спасибо вам. Все, давай. Друзья мои, мы отправляемся в аэропорт. Нас пытались напугать, что это забастовки. Я надеюсь, что для нас легких забастовок нет. Что Turkish Airlines летает. И скоро мы будем дома. Конечно, вчера был нервный день. И выбил из колеи, но все хорошо. И даже на сам турнир, на финалы мы успели. Мы успели на большой бодибилдинг. Мало того, мы даже сняли его на телефон. Потому что с камерами просто не пускают в зал. Многие спрашивают, почему и так далее. Почему запрещена съемка. Права на трансляцию NPC продает. Продает эксклюзивному представителю, который продает всю трансляцию в интернете. Поэтому ходит охрана, контролирует съемку на телефон и так далее. Я просто так сел. Удобненько, комфортно, что смог снимать. Поэтому часть выходов разнообразных атлетов смог вам показать. Так что будет немножечко сложная развязка. Но думаю, что мы не потеряемся. Сейчас 8 утра. Нас валит в 11. Мы решили выехать пораньше. И встали мы довольно таки рано. Надраили дом. А я вам не рассказал. Представляете, вечером, что в 11 вечера с дочкой пришел хозяин дома, где мы жили. Он пришел сфотографироваться. И представляете, принес гостинцы. У меня была очень крутая собака. Я не знаю, как его рода называется. Не знаешь, Лёв? Лабрадор. В голове Лабрадор крутилась. Отличное слово для логопедов, кстати. Лабрадор. И они пришли сфотографировались со мной. Мы наделаем медали. Он принес в гостинцы. Привез их португальскую цветочную пыльцу. И три пачки хамона. В общем, было реально весьма приятно. Очень-очень приятный домовладелец. Дядька наш. Он чуть ли не каждый день к нам приходил. Потому что, видите, я-то человек простой. У меня, так скажем, мало потребностей. Саше нужен был утюг. Саше нужен был фен. Саше нужна была гладильная доска. Поэтому это все нам постепенно доносилось в дом. Друзья, я переживал, что мы не встретили вчера Андрея. Потому что потеряли ключи от машины. У меня был вот такого размера геморрой с этим. Но судьба, судьба она всегда благоволит вам. Поэтому сейчас мы дружно получили билеты. Все-таки мы летим в Россию. А сейчас мы Андрея приглашаем с нами в Priority. Но, но, ему придется отвечать на наши вопросы. И на ваши вопросы. Вот. Поэтому сейчас мы не спросим, как у него дела. А через пять минут, магия кино, спросим. Погнали! Проходите контроль. Высыпаться все. Ну чего ты меня отвлек? Мне нужно высыпаться. мои карточки всякие волшебные помогающие путешественнику друзья мои turkish turkish airlines конечно приятная компания сервис мы используем к обычно читы да у меня нет но всем есть читы одетые медали ускоряют прохождение контроля раз нам открыли отдельный проход даже на зону досмотра подняли ленту и попросили пройти нас втроем без очереди это два приятно немножко мы побыли в приорите он здесь очень скудный спать так хочу ребят я прям час конкурса будем взлетать я сразу овнусь забавно добавно что пасмурно стало плаками затянули мы улетаем мы улетаем и плачет небеса а тебе обо мне короче я взял себе минерал очки в приорите очень красиво просто было бутылочки решил что мне нужно минеральной воды по моей москве видно да что я подотек уже немного вес 93 нормальный вес для меня я 92 в среднем вешу на подготовке и забавно не написали уже в деревне люди уже очень важно касательно меня только про брови написали то им нос то им уши то им часы то им же пресс то им не пресс почему нос уменьшился нос не уменьшился просто когда у меня лицо исчезает есть такая вещь называется пропорции кажется больше нос это логично когда щечки подотекли сразу нормальные пропорции лица становятся очень миленький это стаканчик воды порция воды все время обеда можно посмотри время обеда вам принесли рис и маленькие котлетки десерт шоколадный пахнет очень приятно небольшой салатик очень симпатично все очень симпатично всего приятного аппетита очень 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 большой очень красивый один из самых современных аэропортов кстати я не буду говорить какое место занимает в мире но он прям в топе по габаритам фантастическое впечатление такие сооружения вызывают лично у меня как у инженера потому что кто-то знает кто не знает вообще у меня первое образование это инженер архитектор петербургский кассу государственный архитер университет все я голоден поэтому мы уже с андрюхой увидели вот там вот эти красивые стулья нам туда приварите там друзья мы долго шли мы выполнили полноценное кардио и вот мы пришли в приорити пасс города стамбул нового аэропорта от имени от от отюрка кстати вообще в стамбуле все что существует называется именем от отюрка вот все что угодно институт аэропорт улица проспект самый большой небоскреб все на свете нас и называется именем от отюрка от отюрка на купюрах что ж нашими там сейчас вид сверху какая тут есть еда мы с андрюха быстро наберем хавчика а после я сниму с дам вопросы андрею мельникова вообще о том как шли его соревнования его ощущения у нас всего 11 час времени время пошло пара кушать ну что ж друзья мои пока алексей отправился за едой я на правах ну на правах того что я это я взял у него камеру что андрюх ты проголодался я парочку для парочку пока ты проголодался ну да так чуть-чуть есть а скажи пожалуйста что самое первое ты выпил или съел по завершению твоего выступления слушай я первое что съел это сэндвич с чем сложное блюдо ты его готовил специально или покупной нет я купил дело в том что я ничего с собой не брал я пошел после соревнований сразу магазин очень сильно хотелось кушать и первое что я взял это вот сэндвич и что-то я не по по-моему фанта ну то есть это сладкий какой-то лимонад и вот я съел тунец вот с этим сладким а вот какие потом пожелания мысли много набрал в магазине набрал с собой что-то там вот прям слушай ну я так прям по мелочи я сначала вроде как-то забежал такой прям а я все хочу я все хочу а потом мозг включился и я понимаю что ему смысл набирать я сейчас максимум там одну-две вещи съем и остальное просто останется и я так по минимуму взял ну в основном пить конечно у меня тоже было огромное желание по итогу я съел рыбу запеченную в духовке с рисом но было крайне вкусно но тоже газировку газировку в целом любишь в последнее время редко потому что у нас в россии то что продается мне не подходит по вкусу либо по вкусу либо желудок не принимает поэтому я в основном газировку пью вот когда куда-то выезжать за границей все ребята меня простите на дам андрею спокойно поесть взял овощи я вижу овощи кускус а фрикадельки пюре курица сэндвича и торты и торты и попить да и кола без сахара кстати без сахара ну и у меня кстати на самом деле похожие меню только это белая ерунда я не знаю что это такое но я сейчас узнаю и лёх по вкусу взял а у меня тоже такое же ребят у нас быстрее бардак но мы голодные нам можно а мы сейчас знаете что жуем смотрите вот это вот это бутерброд с халвой это булка внутри халва прикиньте ну только турки могут придумать но самое забавное андрей как это вкус прикиньте халва в булке андрюх вот это твой выход все шло по плану как ты хотел вот слив загрузка форма качество вот сценарию но скажу так что шло по сценарию в принципе но в любом случае попадая там в другую страну с учетом вся и вся и всяческих каких-то моментов там нюансов в любом случае какому что-то может идти не так это как бы это неизбежно то есть мы не можем это предугадать соответственно нет ты не знаешь куда ты едешь мы там по букингу заказал жилье а что там по факту будет это сюрприз можно сказать вот плюс длительный перелет плюс много нюансов было но в целом принципе все прошло более-менее нормально володя яковлев твой тренер поэтому смотрел болел ты скидывал отчетную форму скажи пожалуйста его резюме по твоей форме как ты смотрел с другими атлетами на сцене что он сказал тебя засудили он считает справедливое место он говорит что все как бы еще чуть поработать и мы на олимпию едем слушай но по большому счету его мнение это надо спрашивать у него можете написал слышь ты блин ленивая в целом как бы получившийся форму недовольны да есть над чем работать оба мы понимаем в чем проблемы все проблемы ну понимаешь как мне показалось и было видно ну его володе тоже что есть еще моменты по спине то есть они из поясницы ягодичные немножко мы недослили вот в этом момент и и плюс позирование то есть над позированием надо работать и даже я конкретно в момент выступления видел что ну сдвиганием от меня назад и вперед зависело от того как я позировал да судили интересно судили очень интересно и очень на мой на мой взгляд правильно потому что реально они как бы оценивали до до мельчайших подробностей что грубо говоря я знаю что у меня косяк там широчайший спереди когда я показываю у меня одна широчайшая зажата немножко не всегда выводится понимаю у меня такая вот я я прям видел я смотрю стоял смотрел на судью они называют эту позу я ее ставлю соответственно одна не выводится меня сразу опа поменяли местами с другим чуваком потом когда мы вышли на второй раз на сравнение еще раз наш первый колаут сравнивали у меня получилось вывести меня оставили не стали сдвигать по по сути передвинули на место выше то есть вот за счет вот таких нюансов в позировании неуверенность там какая-то но понятно дело неуверенность я сам по себе это поняла потому что мы приехали я уже давным-давно не вот ну год я считаю не выступал плюс международный старт плюс такой ну как бы про это такая ответственность я немножко переволновался перенервничал и соответственно зажато себя чувствовал на сцене это было видно мне даже многие писали в том числе жена моя что ты смотрелся очень неуверенно соответственно за счет этого тебя еще и за счет этого еще длинули пониже ну вот в общем над этими вещами будем работать последний вопрос без адам просто сейчас пока ты говорил я прочитал на футболке 1000 миллиграмм тецетерона в неделю это натуральный бодибилдинг я не буду спрашивать твой курс потому что ребятам знать его не надо будет повторять мне просто интересно суммарная громовка сколько же ты натурал или ты уже все-таки перешел нет ну я перешел но я скажу так что не сильно далеко только полтора-два я думаю что до двух до двух грамм ставят профессионалы и любви но опять же это не не пашки не тестостерон и смесь до всего раз действующего вещества суммарно да а курс мы впрочем в другой раз поэтому нужно подписаться на канал поставить лайки побольше побольше лайков наставить вот если вы будете хорошо ставить лайки комментировать видео то мы будем задавать побольше интересных вопросов ответите за твое выступление за твою защиту флагов родины международных турнирах это очень достойно это очень сильно думаю мотивирует радует ребят спасибо огромное ну что друзья вот мои дома в петербурге это не конец истории ребят это конец одной главы впереди много интересного это развитие нашей компании это новые наши направления это новые турниры совсем скоро мы отправимся опять бороться защищать свет и свет и цвета нашего флага спасибо вам большое что вы смотрите оставайтесь с нами оценивайте нашу работу в интернете оценивайте мой труд выбирая продукцию ценить уважайте себя своих близких берегите до скорой встречи с вами был я руслан халецкий спортсмен бизнесмен не самый плохой парень пока